Всем привет! Сегодня я буду рассказывать об одном поступке, который я сделала в отношении своих дневников. Личные дневники я веду достаточно давно, у меня их уже 40 тетрадей насчитывается. В данный момент у меня идёт 39-я часть, но дело в том, что в какой-то период времени, в 1998 году, допустим, я списала 4 тетради за год. В каком-то ещё году тоже несколько тетрадей ушло. А у меня новый дневник начинается с Нового года. И нумеруются части в соответствии с именно то, что Новый год, а не новая тетрадь. Поэтому сейчас, да, у меня 38-я или даже 39-я часть в ходу, но это не значит, что это 39-я тетрадь. Так что, наверное, даже уже под 50-х. Идея содержания дневников ко мне уже приходила, но я её воплощала коряво. Я в самом дневнике, либо на передних страницах, либо на задних, составляла содержание того, что в нём есть, но это как бы не очень удобно. И вот недавно я, ну как недавно, месяц два-три назад попыталась начать читать одну книгу. К сожалению, я не помню название, так как я не смогла её прочитать до конца. Что-то пошло не так, я её забросила, а заброшенные книги я нигде не фиксирую. Она начинается не с каких-то событий, а с того, что перечисляются личные дневники человека там за такой-то год. Ни который он вёл в Кембридже, ни который он вёл там в деревне. Ну это я так сейчас, абсолютно. И меня это так вдохновило, тем более при личных дневниках у меня особые отношения, я же их всю жизнь веду. Думаю, надо составить содержание личных дневников. Но не так, как я пыталась сделать раньше в самом дневнике, а в совершенно отдельных блокнотах. У меня на это ушло полтора блокнота об издательства от Лабиринта. Их нельзя заказать, они прикладываются в подарок за заказ по акции. То есть не каждый раз, а вот надо вылавливать. Но вот эти блокноты у меня оказались случайно, просто так совпало, что я как раз сделала заказ, когда была эта акция. И, в общем, вот они. Вот этот блокнот с портретами разных авторов у меня ушёл на первый дневник, есть сколько-то там штук. А вот этот большой, с буквой «ДА», с резиночкой, вот с этой вот, уже на оставшиеся. Два таких красненьких. По какому принципу я писала? Так как в самих дневниках у меня, помимо даты, всегда указывается ещё и день недели, то и здесь, соответственно, я писала, допустим, слева чёрными чернилами дату, чуть ниже, я не знаю, вам видно, нет, чуть ниже день недели и справа уже синими чернилами стандартными суть. То есть, как это я делала? Допустим, снился мне там в 98-м году, 35-го, 35-го, ладно, 5-го января, сон. В дневнике он расписан просто на 5 листов. Я открываю, значит, блокнот, пишу. 5-го января 98-го года, такой-то день недели, сон. То есть, ну, если я понимаю, если я чувствую, что там сон о реинкарнации, то есть сон, там, привлекающий будущее, ну, в общем, какой-то особенный, я уточняю, что сон вот про это, но тоже в двух словах. Или, допустим, было у меня и такое, что я дошла до года, когда я была дико-безумно влюблена в своего однокурсника, и там просто, это даже была не любовь, я прям удержимая была им. Господи, мне прям стыдно было читать, вы бы знали, сколько я там исписала на тему этого идиота. Много, то есть там десятки страниц, просто десятки. Я просто, когда перечитывала, я писала дату, фамилия. Допустим, я настоящего не назову, например, Иванов. И вот у меня, сейчас, я где-то сейчас это видела. Вот, пожалуйста. Суть записи, вне зависимости от того, считаю ли я эпичным это событие, которое там упоминается в дневнике, или нет. Даже если я поссорилась с подругой, купила себе лак для ногтей, ну, что-то вообще прям будичное и неважное произошло, я все равно обязывалась себе делать запись. В какой-то момент мне это чертовски надоедало, но я себя насиловалась и заставляла. То есть, там, если я что-то купила, я пишу там покупки, там, шоппинг. Если там я поссорилась с подругой, не вдаваясь в подробности, просто одно слово сова. И вот так далее. Единственное, вот, если я упоминаю какую-то книгу, я пишу. А второе название, потому что свято. Да. На самом деле, когда одна часть заканчивается, я очерчиваю черной линией гризонтальной, пишу часть такая-то, рядом даты, что, ну, вот, с 1 января 2004 года по 3 июня 2004 года, да, это был один из плодотворных годов, когда я писала много. Снова черчеваю, и, ну, и пошли записи, как я вам уже и объясняла. Это было долго. Кто же сказал, у меня где-то под 50 частей. Ну, так, что-то посередине между 40 и 50 ушло на это полтора блокнота, но я вам уже показала, то есть, сейчас покажу, сколько во второго у меня ушло. Тут формат побольше, учтите. Кстати, у Лабиринта очень качественный блокнот рекомендую. Так, смотрите, вот это исписано, вот тут дю-дюдь, дю-дюдь осталось, еще, как бы, чисто листы. Вот, и где-то у меня ушло недели 3 месяц. Я списывала по тетради в день, прям наказ себе дала, что тетради в день обязательно, потому что, вот, надо. Вы не представляете, какое для меня было облегчение, когда я закончила переписывать. Просто, это очень трудоемко, я себя перематерила миллиард вообще раз, много миллиард вообще раз, что я вообще начала всю эту затею. Ну, вы знаете, дало плоды. Мне тут надо было найти определенную информацию, которой нет нигде, только у меня в дневниках ее можно найти. Я не помнила года, я только помнила, что это был тот период, когда я еще училась в школе, и, значит, понимаете, да, разброс большой, все-таки 10 лет учебы. Я просто открыла тот блокнот, те записи, которые за школьную пору, они все здесь, и, ну-ка, всели. Да, вот этот год у меня начинается с 2006 года, я уже, как бы, закончила школу до этого времени, а этот блокнот у меня с 96-го года, 1900. И, и, да блин, и по... тоже 2006. Как-то ничего себе, вот здесь, получается, 10 лет получилось, а здесь... Тоже 10 лет примерно, плюс-минус там. Так вот. Вот, пожалуйста, из результата трудов здесь ушло 4 гелевых паст синего цвета и 2 пасты черного. Это было сложно. Но еще раз повторюсь, если у вас есть личные дневники, сделайте так, потому что реально пригождается иногда, когда нам найти быстро информацию о дневниках определенного характера, то не придется их все перелистывать. Плюс я еще с дневниками, знаете, что сделала? Но это я сделала задолго до того, как я стала содержание составлять. Я взяла обычные клейки, листочки, наклеила на каждый дневник и на обложку с указанием, какая это часть и какой-то год. Вот, вот, и после того, как я еще и содержание сделала, стало супер-мегаудобно со всем этим работать. Вообще, вы знаете, я дневники свои никогда не перечитываю. Ну, иногда, как, за всю жизнь у меня было только, ну, 2-3 случая, когда мне надо было что-то, найти в них какую-то информацию. А так вообще я к ним не обращалась никогда. Когда, ну, все равно я, как бы, не жалею, что я ввязалась в эту авантюру, хотя в процессе я себя материла, на чем свет стоит. Все, никак не могу я с вами попрощаться. Вот, на этом все. Пока. До скорых книг.